История из Улан-Удэ Воспоминания шелкового пути В Монголии прошел концерт, посвященный дружественным отношениям с Китаем. Подробности сегодня в программе. В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». По традиции он начинается с новостей Забайкальского края. С ними вас познакомят корреспонденты из Читы и я, Марина Кузнецова. Здравствуйте! От 30 тысяч рублей и выше мини-гранты на социально значимые проекты получили участники 14-го гражданского форума, который завершился в Забайкалье. Церемония награждения победителей, вручение именных грантов от Законодательного собрания и Общественной палаты края прошло в Краевой филармонии. Гражданский форум на этот раз собрал более трех тысяч человек на 27 площадках. Две из них развернулись и на территории районов края, в частности сельского поселения Севиковское, где местная пожарная команда обучала добровольцев пожарных, и даже в Нерчинске, где обсудили перспективы развития забайкальского предпринимательства и меценатства. На каждой площадке практические предложения и рекомендации. Школа гражданина России вышла с инициативой заменить понятие «светская этика» на «общегражданская этика». А защитники прав людей с ограниченными возможностями высказались за получение ими бесплатных перелетов к месту лечения, выдачу сертификатов на инвалидные коляски и прочее. Практическую пользу принесут абсолютно все площадки, потому что там случайных площадок просто нет. Наиболее для меня интересно, как для человека государственного, это, конечно, площадка, связанная с патриотизмом молодежи. У нас в российской культуре патриотизм – это стержень всегда был и есть, и будет. И поэтому очень важно, чтобы наша школа воспитания, она была хорошей вчера, есть сегодня, и чтобы в будущем была еще лучше, чтобы воспитывались именно граждане своей страны. Контроль за реализацией различных инициатив проводит общественная палата Забайкальского края. По итогам прошлого года около 60% рекомендаций было исполнено. Были инициированы изменения в закон, касающиеся сдачи экзамена по русскому языку для иностранных работников. Это сильно ударило по сфере строительства в Забайкальском крае. Значимая рекомендация была исполнена, и поправки были отправлены в Государственную Думу. Почему рекомендации не выполняются или не исполняются? Как бы это банально не звучало, основная причина – это отсутствие финансирования. Она прозвучала примерно в 5% из тех 15 рекомендаций, а 10% рекомендаций, мне кажется, они исполнены просто по банальной безответственности, потому что, в принципе, они все были достаточно значимы и вполне осуществимы. На форуме результаты своей работы представляли и некоммерческие благотворительные организации. Меня порадовало, что люди, во-первых, не были равнодушны. Кто-то подходил и спрашивал, а где ящики для пожертвований, чтобы внести сейчас. Но выставка-ярмарка некоммерческих организаций – это, конечно, прежде всего некоммерческий проект. И здесь денег никаких не должно быть. И вместе с тем подошла директор школы Борзыска и говорит, вот здесь на стенде наша девочка, которой нужна помощь, а мы даже об этом не знаем. Я ей рассказала ситуацию. Она сказала, сколько денег нужно. И говорит, давайте мы проведем вместе с вами и перечислим на этого ребенка, на то, чтобы свозить на эту повторную операцию деньги. Знаете, было очень приятно. Победителям выставки-ярмарки единогласно признали военно-патриотический клуб «Патриоты Забайкалия» – почетного караула Дома офицеров. Участников оценивали по итогам всей деятельности организации, которая велась на протяжении двух, трех, а то и десяти лет до самого форума. Заслуженные гранты получили участники. Было подано более 230 заявок. Общественная палата края и законодательное собрание решили учредить и именные гранты. Василина Кулеева, председатель комитета по демографической политике, лично выделила 55 тысяч в школе номер 48 в городе Борзе на ремонт. Общественная палата грант на 30 тысяч рублей вручила территориальному общественному самоуправлению в поселке Дарасун за улучшение микроклимата в многоквартирном доме. Уже вот три года, четыре даже, вот Новый год, мы встречаемся с детьми нашего дома, с детьми, с родителями. И каждый раз говорим о том, что любить, любить дом, любить свой двор, любить. И тогда будешь и край любить, и родину любить. Гранты также получили Любовь Руденко за лучший краевой проект «Музыкальный дождик», Дом детского творчества в Шилкинском районе за проект «Удивительное рядом» и другие. Яна Ершова, Дмитрий Пенигин, «Середина земли», Забайкальский край. Она не только фотограф, но и путешественница вдохновения привозит из каждой страны. На арт-фестиваль в Читу Анастасия Нефедьева привезла частицу Индии. Фотограф из Улан-Удэ Анастасия Нефедьева профессиональной съемкой занимается более 10 лет. К тому же одно из ее увлечений – путешествие. Она посетила 8 стран. Одной из них стала Индия. Из поездки в экзотическую страну девушка привезла большую серию снимков, которые стали частью выставки «Душа планеты». В ней каждая фотография – маленькая история. «В Индию конкретно, если вот про эти фотографии рассказывать, то я ездила в 2014 году, в марте месяце. В Индии празднуют приход весны, поэтому вот очень яркие получились, наверное, фотографии. Ну, всем уже, я думаю, что всем уже знаком праздник Холли. Страна достаточно необычная, страна очень интересная, но опять же, наверное, каждый видит в ней что-то свое. Очень сильно поражает, конечно, особенно люди. Я упор делала именно на лица, их взгляды, их жизнь, быт». Анастасия камеру из рук практически не выпускает. Вдохновил ее и наш город, который она, кстати, посетила впервые. Несколько снимков Читы уже сделаны, и, возможно, они в будущем тоже станут частью большой передвижной выставки. А пока некоторые работы фотографа Анастасии Нефедевой можно увидеть в Краеведческом музее, где в эти дни проходит арт-фестиваль «Просто Индия». В его рамках организованы мастер-классы по фотоискусству и мехенди. В Бурятии провели семинар-совещание по трезвости народов республики. Его участники рассказали о трезвенных традициях староверов в Бурятии, о ситуации с онкозаболеваниями и вопросах реабилитации с учетом этнокультуральных особенностей. Все подробности мероприятия узнаем прямо сейчас у наших коллег из Улан-Удэ. Здравствуйте, коллега. В обсуждениях приняли участие врачи, педагоги, психологи, социальные работники, сотрудники органов внутренних дел и наркоконтроля. Например, зав. отделением профилактики наркологического диспансера Лариса Санцанова выступила с докладом «Влияние алкоголя на суицидальное поведение населения». На семинаре было принято решение организовывать такие встречи раз в месяц. Теперь к другим событиям. Жители Севербайкальска не платят за коммунальные услуги. Из-за этого энергетики могут отключить город от электричества. Так, например, ограничить подачу ресурсов в городскую котельную, что в свою очередь может привести к тому, что город попросту замерзнет. Как сообщили нам в администрации Севербайкальска, ситуация близка к критической. Энергосбыта Бурятии городская дирекция тепловодоснабжения должна около 18 миллионов рублей. Всего же дебиторская задолженность предприятий «Физлиц» в 117 миллионов. Местные власти начали взаимодействовать с населением через работодателей. Пока важнейшие объекты инфраструктуры от электроэнергии не отключены, но энергетики уже предупредили администрацию города о возможности крайних мер. «Женщину с поющей душой» – так называют ее друзья и знакомые. Пенсионерка Евгения Зайцева всю жизнь проработала медицинским работником. Между процедурами, уколами и капельницами она пишет стихи и уже выпустила две книги. О чем пишет бывший фельдшер и почему вдохновение пришло к ней в больнице, расскажет Сергей Шаров. На деле врач в душе поэт. Окончив медицинское училище, Евгения Зайцева устроилась фельдшером в больницу, где проработала 44 года. Вдохновение пришло после одного из трагичных случаев, которые в больнице происходят нередко. Смерть пациента перевернула жизнь поэтессы с ног на голову. И вот в темноте вдруг как будто какое-то видение было вот такое. На землю, вот даже как будто штура вот спадает вот так вот на землю, послан Богом я, одна строка, потом пониже. Людей любить, добро творить. И если в чем-то грешен я, прошу меня простить. Жизнь закрутила водоворотом, не забыв добавить ложку дегтя в бочку меда. Но опускать руки нельзя, убеждена поэтесса. Просто одни выливают свои слезы в подушку, а другие жалуются друзьям и близким. Евгения Зайцева свою печаль складывает в рифму. Зачем пришел я в этот мир, что я хочу создать? Награду жизни получить или себя отдать? Посеешь зло, померкнет мир и сам уйдешь в дерьмо. Положишь семя доброты, добром зайдет оно. Мы создаем весь этот мир, в него приходим жить. Что ты посеешь, что пожнешь, а третьему не быть. Евгения Зайцева уже выпустила две книги. Почти полностью написаны третьи, однако названия пока нет. Ее поэзию по праву можно отнести к классическим образцам, для которых характерны ясность мыслей, глубина чувств и сопереживания. На сегодня это все новости, которые мы хотели вам рассказать. Программа «Середина земли» продолжается. Вашему вниманию новости наших коллег. Здравствуйте! Какие события стали самыми яркими в вашем регионе? Здравствуйте, коллеги! О самых интересных новостях столицы Монголии расскажут мои коллеги и я, Мунг Бояр Энгбол. В рамках 66-летия образования Китайской Народной Республики и 66-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем в Алабаторе прошел концерт ансамбля песней и танцев провинции Каньцю. Об этом прямо сейчас. Торжественный концерт, посвященный юбилею установлению дружественных отношений между Китаем и Монголией, открыл танец «Я пасу коров под радужным дождем», который исполнили артисты ансамбля песни и танцев провинции Каньцю. В этот вечер монгольские зрители смогли окунуться в праздничную атмосферу и познакомились с традициями и песнями южного соседа. Мы выбрали провинцию Каньцю как самую талантливую и знаменитую своим культурным достижением. Репертуар выступления направлен на тему «Шелкового пути». Весь репертуар концерта был посвящен теме «Шелкового пути». Само название концерта «Воспоминания Шелкового пути» говорило само за себя. Артисты в своих номерах рассказывали об истории жизни народа во времена расцвета Великого Шелкового пути. Провинция Каньцю славится в Китае своим талантливыми музыкантами и танцевальными коллективами. Отсюда родились несколько десятков известных артистов, которые проставили свою родину далеко за ее пределами. Ансамбль провинции Каньцю был основан в 1961 году. Этот ансамбль очень талантливый и в основном придерживается народного стиля – дунхуан. В рамках двойной юбилейной даты 66-летия образования Китайской Народной Республики и 66-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем проходят различные культурные мероприятия. Инициатор торжественного концерта – посольство Китайской Народной Республики в Монголии и Китайский культурный центр планируют в ближайшее время провести ряд культурных мероприятий. Цен Цурен Энг Белэк – Середина Земли, Монголия. Это были новости Монголии. Благодарим за внимание. Передаем слово нашим коллегам из Китая. Здравствуйте, коллеги. В студии Сян Джунай. В ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. Островные курорты страны должны стать более привлекательными и конкурентоспособными. Об этом заявили участники Международной конференции по островному туризму, которая прошла в восточной провинции Джидзян. Каким образом туристические власти Китая намерены добиться этих изменений, узнавал наш корреспондент. Несколько лет к ряду Китай лидирует в рейтинге крупнейших поставщиков туристов. Только за один 2014 год граждане КНР за границей потратили более 140 миллиардов долларов США. С годовым приростом в 18%. Однако дела с внутренними направлениями идут не так гладко. Они постепенно теряют популярность. Самые слабые показатели у островных курортов страны. Эксперты это объясняют нехваткой опыта и компетенции по сравнению с зарубежными аналогами. Многие курорты Китая оснащены удобствами мирового уровня. Однако сервис, рекламирование и уровень управления персоналом по-прежнему отстают. Ещё эти курорты не имеют отличительных культурных особенностей. Ещё одним решающим фактором для привлечения китайских туристов профессор Убиху назвал шоппинг. По его словам, многие зарубежные курорты славятся большим количеством торговых центров и магазинов без пошлиной торговли. Убиху также отметил, что всё больше и больше стран начинают ослаблять визовую политику, в отношении китайских туристов. Китай также должен принять аналогичные меры, чтобы привлечь больше иностранных гостей. Официальные данные показывают, что в 2014 году китайские туристы совершили около 24 миллионов поездок на зарубежные острова. По прогнозам, эта цифра может повыситься до 30 миллионов к концу этого года. Голи, Си Си Ти Ви. В Шанхае закрылась международная осенняя ярмарка моды. Это самая масштабная выставка подобного типа в Азии. Хитом этого сезона стала так называемая «умная одежда». Что это такое и почему она стала столь популярной, знают мои коллеги. Более семи сотен стендов и экспоненты из 23 стран и регионов мира. Найти что-то для себя могут и любители классики, и те, кого тянет к техническим новинкам. Вот, например, платье, в которое вшиты светодиодные провода. Лампочки загораются при движении. Волна света прокатывается по платью, когда его обладательница ходит или танцует. А это ещё один экземпляр – умная футболка. Тут есть датчики, которые собирают информацию о человеке, на котором надета футболка. Например, скорость биения сердца или местонахождение. И передают их через блютуз или вай-фай ему домой. Он может настроить под неё домашнюю технику, чтобы, например, когда он зайдёт в дом, автоматически включался кондиционер. Я настраиваю его на 22 градуса, но датчик сначала определяет температуру моего тела и выбирает подходящую температуру воздуха, чтобы не было резкого перехода. А уже затем постепенно доходит до 22 градусов. Встроенные в одежду датчики и аккумуляторы для подзарядки мобильных телефонов – один из самых новых трендов. Точно так же, как и умное производство. В 21 веке, чтобы удовлетворить высокие требования клиентов, нужно по максимуму вовлекать их в процесс, считают организаторы специфической онлайн-платформы. Это наша новая система. Мы предлагаем клиентам самим выбрать фасон, ткань, расцветку и размер. И сразу же увидеть, как будет смотреться готовая продукция. Если им понравится, они могут сделать заказ на нашем сайте, и мы изготовим любую одежду и доставим прямо на дом. Я думаю, что эта технология может сделать всю отрасль более конкурентоспособной, что это важное направление развития. Такое умное производство поможет усовершенствовать работу промышленных предприятий, сделать её более современной и более подходящей условиям, которые диктует рынок. А некоторые и вовсе называют новый подход революции в мире моды. Ведь теперь каждый сможет смоделировать себе обновки. А благодаря тому, что предприятия всё так же продолжат делать закупки сырья оптом и сэкономят на профессиональных дизайнерах, они станут ещё и недорогими. Такое вот, казалось бы, несочетаемое сочетание. Массовое производство, учитывающее индивидуальные потребности каждого клиента. У меня на этом всё. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова